Чем грозит банкам ужесточение норм резервирования Газета РБК Чем грозит банкам ужесточение норм резервирования Юлия Полякова сегодня, полночь 25 Фото, Екатерина Кузьмина РБК фото, Екатерина Кузьмина РБК российским банкам придется создать дополнительные резервы на 100 миллиардов рублей Если ЦБ потребует стопроцентного резервирования потребительских кредитов Просроченных более чем на 90 дней, пишут аналитики Сейчас Банк России обязывает банки создавать резерв в 50% по необеспеченным потребительским кредитам Просроченным на 91-180 дней И резервы в 75% по кредитам с просрочкой на 181-360 дней Ранее газета «Ведомости» писала, что ЦБ разослал своим территориальным учреждениям письмо В котором рекомендовал создавать резервы в 100% по потребительским судам Просроченным более чем на 90 дней Пока это рекомендация, но она показывает, что регулятор рассматривает этот вопрос, говорится в обзоре Если такое требование будет введено, капитал розничных банков снизится на 1,3 пп Посчитали аналитики Оценив рейтингуемые банки Как объяснил аналитик Константин Якимович В основу исследования легли данные из непубликуемых 115 форм отчетности Которые, в частности, показывают разбивку портфеля банка по продолжительности просрочки И созданные по каждой категории просроченных кредитов резервы Мы брали разницу между суммой кредитов, просроченных более чем на 90 дней И суммой созданных по ним резервов Это разница, резервы, которые потенциально необходимо досоздать Минус прокомментировал Якимович Далее эта величина вычиталась из капитала и активов, взвешенных по риску Таким образом агентство рассчитало новые коэффициенты достаточности капитала Самые уязвимые, по словам Якимовича У одних банков создание дополнительных резервов сильно влияло на величину достаточности капитала У других, незначительно, но в среднем получилось около 1-3% пунктов Потенциально наиболее уязвимыми являются розничные банки «Русский стандарт» и «Восточный экспресс» Говорится в обзоре Эти банки уже и так имеют низкий капитал На 1 февраля «Восточный экспресс» имел норматив достаточности капитала 12,02% При минимуме 10% норматив достаточности базового капитала банка 7,14% При минимуме 5% норматив достаточности основного капитала банка 7,14% При минимуме 6% У русского стандарта, по данным на 1 октября прошлого года, нормативы доступны на эту дату Достаточность капитала составляла 11,5%, N1,1,6,3%, N1,2,6,3% По словам вице-президента русского стандарта Артема Лебедева, банку опасаться нечего На создание необходимых резервов ресурсов хватит Русский стандарт традиционно придерживается консервативной стратегии в создании резервов Кроме того, банк обладает значительным запасом капитала с учетом уже проведенных и готовящихся в 2015 году сделок по увеличению капитала Заместитель предправления банка «Восточный экспресс» Алексей Корджичев сообщил РБК, что банк не прогнозирует проблем с достаточностью капитала в 2015 году Однако если заставить «Восточный» создавать 10 вопросительный знак процентной резервы под кредиты, просроченные более чем на 90 дней, то это почти равноценно убийство банка Сказал источник РБК, близкий к «Восточному экспрессу» Банк терпит убытки – 3,4 миллиарда рубль на 1 февраля этого года по российским стандартам отчетности До создания резервов их увеличат, а любой убыток – это давление на капитал, который из-за возможных новых требований к резервированию может опуститься ниже минимально разрешенных Минус предупреждает собеседник РБК, не самые уязвимые по мнению аналитиков ФЭЧ, не все рейтингуемые агентством розничные банки подвержены таким же рискам, как «Восточный экспресс» и «Русский стандарт» Так, ХКФ-банк, ТКС-банк и Совкомбанк имеют больший запас капитала Покрытие проблемных кредитов у ТКС-банка уже существенно выше текущих требований регулятора, минус говорится в отчете Портфель же проблемных кредитов у отбанка, хотя и большой, в значительной мере состоит из кредитов с просрочкой свыше 360 дней, которые уже полностью зарезервированы, пишут авторы записки В любом случае, как считает начальник аналитического отдела Национального рейтингового агентства Карина Артемьева, ЦБ никогда не введет стопроцентное резервирование кредитов с просрочкой более 90 дней, предварительно не просчитав риски для банков, которые занимают на розничном рынке значимую долю Фонд агентства по страхованию вкладов не бездонный, и ЦБ не станет добровольно обрекать банк на неизбежный отзыв лицензии, минус замечает Артемьева Автор статьи, Юлия Полякова